Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обратимся к творчеству известного писателя, драматурга и журналиста Евгения Пермяка. Евгений Андреевич Пермяк, настоящая фамилия автора писов, родился в 1902 году в Вятской губернии. За свою довольно долгую жизнь, 79 лет, Пермяк написал много разных произведений. Самый известный из них – рассказ «На все цвета радуги», пьеса «Лес шумит» и роман «Сказка о сером волке», который был экранизирован в 1962 году. К одному из произведений писателя мы сейчас обратимся. Это рассказ «Мама и мы». В центре сюжета мальчик Коля, который вместе со своим братом и друзьями попал в снежный буран. Что же произошло дальше, давайте узнаем. Итак, Евгений Пермяк, «Мама и мы». Если обо всем своем детстве говорить, с недели, пожалуй, мало будет. А так, кое-что – пожалуйста. Вот, например, случай был. Мы задержались в школе, потому что заканчивали выпуск стенной газеты. Когда мы вышли, уже сверкалось, было тепло. Падал крупный пушистый снег. Видимо, поэтому Тоня и Лида дорогой танцевали танец снежинок. Мой младший брат, ожидавший меня, чтобы идти вместе, подсмеивался над ними. Скачет, как первоклассницы. Снегом падал все гуще и гуще. Танцевать стало нельзя. Снегу навалило до половины валенка. Не заблудиться бы, предупредил нас на правах самого дальновидного, мой младший братец. Да ну тебя, трусишка, – отозвалась Лида. Через пятнадцать минут будем дома. Снегопад, между тем, усиливался. Забеспокоился я, зная, как жестоки наши степные сибирские метели. Случалось, что люди теряли дорогу, находясь близ своего дома. Я посоветовал прибавить ходу. Но этого сделать уже было нельзя. По глубокому слою снега, покрывшему дорогу. Стало еще темнее. Наступила какая-то белая снежная темнота. А потом началось то, чего я опасался. Снежинки вдруг загружились. Загружились в таком танце, что через несколько минут началась настоящая пурга, вскоре перешедшая в большой буран. Девочки закутали лица платками. Мы с Федей попустили у шапок уши. Пузенькая дорожка, которая вела в наше сельцо, то и дело исчезало под ногами. Я шел первым, стараясь не потерять под ногами дорожный накат. До дома оставалось менее версты. Я верил, что мы выберемся благополучно. Напрасно. Дорога исчезла. Будто с под ног украл кто-то очень недобрый из сказки моей бабушки. Может быть, шальная метельца. Может быть, злой старик Буран Буранович. Вот, я же говорил, упрекнул нас Федя. Лида еще ободрилась. А Тоня почти плакала. Она уже побывала в курге со своим отцом. Она ночевала в снежной степи. Но тогда в санях был запасной теплый тулуп. И Тоня, укрытая им, благополучно проспала ночь. А теперь? Теперь мы уже выбились из сил. Я не знал, что делать дальше. Снег таял на моем лице. Лицо от этого обледеневало. Ветер свистел на все лады. И чудились волки. И вдруг, воя ветра, я услышал спокойный голос матери. Кого ты испугался? Бурги? Тебе хочется кричать? Кто тебя услышит при таком ветре? Может быть, ты надеешься, что вас найдут собаки? Зря. Какая собака пойдет в степь при такой погоде? У тебя осталось только одно. Зарыться в снег. Я так отчетливо услышал голос моей матери, отлично зная, что мамин голосом я разговариваю сам с собой. В моем воображении. И я сказал. Мы сбились с дороги. Мы можем выбиться из сил и замерзнуть. Давайте взорваться в снег, как это делают кочевники. Видимо, я объявил об этом так твердо, что никто не возразил мне. Только Тоня, плачущим голосом, спросила. А как? И я ответил. Так же, как куропатки. Сказав так, я первым начал рыть колодец в глубоком февральском снегу. Я его начал рыть сначала школьной сумкой, но сумка оказалась толста. Тогда я вынул из сумки географический адлас в прочном картонном переплете. Дело пошло быстрее. Меня сменил брат, потом Тоня. Тоня даже расселилась. Тепло как? Попробуй, Лидочка. Разогреешься? И мы стали поочередно рыть колодец в снегу. После того, как колодец достиг нашего роста, мы стали прорывать пещерку в его снежном боку. Когда метель заметет колодец, мы окажемся под снежной крышей вырытой пещерки. Вырыв пещерку, мы стали размещаться в ней. Ветер вскоре замел снегом колодец, не задувая в пещерку. Мы оказались под снегом, как в норе, будто тетерева. Ведь и они, бросаясь с дерева в сугроб и утонув в нем, потом проделывают подснежные ходы и чувствуют себя там самым великолепным образом. Усевшись на школьной сумке, согревая своим дыханием маленькое пространство нашей коморки, мы почувствовали себя довольно уютно. Если бы ко всему этому еще оказался окарок свечей, мы могли бы видеть друг друга. У меня был с собой кусок свиного сала, оставшийся от завтрака. Если бы спички, я бы сделал фитиль из носового платка, и у нас бы появился светильник. Но спичек не было. Ну вот, мы и спаслись, сказал я. Тут Тоня неожиданно объявила мне. Коля, если ты захочешь, я подарю тебе моего топсика. Топсик назывался ручной суслик. Суслик мне был не нужен, я ненавидел сусликов. Мне было очень приятно Тонина обещание. Я понимал, чем вызван этот щедрый порыв души. Да и все понимали. Не зря же Лида сказала. Ты, Николай, теперь у нас сила. Мужчина. В ее голосе я снова услышал голос мамы. Видимо, в каждой женщине, даже если ей всего только 12 лет, есть какая-то материнская хитринка, подбадривающая мужчину. Если этому мужчине тоже только 12 лет. Я почувствовал себя в самом деле сильным и стал рассказывать бабушкины сказки. Я их стал рассказывать потому, что боялся уснуть. А когда я усну, уснут и остальные. А это было опасно. Можно замерзнуть. Одну за другой я рассказал, наверное, 30, а может быть и больше сказок. Когда же вышел весь запас бабушкиных сказок, я стал придумывать свои. Но, видимо, придуманные мною сказки были скучными. Послышался легкий хропоток. — Кто это? — Это Тоня, — ответила Лида. Она уснула. — Мне тоже хочется спать. Можно? Я вздрему, ну, только одну минуточку. — Нет-нет, — запретил я. — Это опасно. Это смертельно опасно. — Почему же? Смотри, как тепло. Тут я нашелся и соврал так удачно, что после этого никто не пожелал даже дремать. Я сказал. Волки нападают на спящих. Они только того и ждут, чтобы услышать, как храпит человек. Сказав так, я привел уйму случаев, выдумываемых мною с такой быстротой, что даже не верится сейчас, как это я мог. Теперь рассказывали другие. По очереди. Время шло медленно. Я не знал, полночь сейчас или, может быть, уже брежет рассвет. Колодец, вырытый нами, давно замела пурга. Пастухи-кочевники, оказываясь в таком же положении, выставляли из снега высокий шестик. Они специально брали его в степь на случай бурана, чтобы потом их можно было найти, отрыть. У нас не было шеста. Нам не на что было надеяться. Только на собак. Но и они бы не чуяли нас сквозь толщу снега. Мое сало давно было раздельно и съедено, как и лидин, ломать хлеба. Всем казалось, что уже наступило утро, и хотелось верить, что пурга кончилась. Я боялся прорываться наверх. Это значило забить снегом пещерку, вымокнуть и, может быть, очучиться снова в белой снежной угле. Но каждый из нас понимал, какое беспокойство мы причинили всем. Нас, может быть, ищут кличуть степи. И я представил свою маму, которая кричит сквозь ветер. «Калюнька, педюнька, отзовитесь!» Подумав об этом, я стал прорываться наверх. Снежная крыша над нами оказалась не столь толста. Мы увидели бледнейшую луну и гаснущие звезды. Занималась какая-то сонливая, словно невыспавшаяся бледная заря. «Утро!» — крикнул я и стал проделывать ступени в снегу, чтобы выбраться остальным. С неба сыпались запоздалые снежинки. Я сразу же увидел наш ретряк. Дым из труб поднимался тонкими, будто туго натянутыми струями. Люди проснулись. А может быть, они и не спали в эту ночь? Вскоре мы увидели наших ребят. Они обратно набежали к нам и кричали. «Живые!» — «Все четверо!» — «Живые!» — «Мы бросились к ним на встречу». Я не стал медлить и слушать, что рассказывали об этой ночи, обо мне, Тоня и Лида. Я побежал к нашему доньку. Саней на дворе не было. Значит, отец еще не вернулся. Открыв дверь, далеко оставився за бой Федюньку, я бросился к маме. Бросился и... что было, то было. И заплакал. «Да о чем ты?» — спросила мать, утирая мне слезы передниками. Я сказал. «А тебе, мама?» «Ты, наверное, голову потеряла без нас». Мать усмехнулась. Освободилась из моих объятий и подошла к кроватке Леночки. Это наша младшая сестра. Подошла и поправила одеяльце. Сказала ей. «Спи!» Хотя та и без того спала. И одеяльце не зачем было поправлять. Потом она подошла к подоспевшему Федюньке и спросила. «Валенки не промокли?» «Нет!» — ответил он. «Под валенками Аплас был. Полушубок подмог. Есть я хочу». «Перебывайтесь, держи вас за стол», — сказала мать, ничего не спросив о минувшей ночи. «Да любит ли она нас?» — впервые подумал я. «Любит ли? Может, эта ревунья Леночка, у нее один свет в глазу?» Когда мы съели по две тарелки горячих щей, мать сказала. «Я послала. Ложитесь. В школу не пойдете. Нужно выспаться». Я не мог уснуть, а спать хотелось. Я пролежал до полудня в темной горнице с закрытыми ставнями. Нас позвали обедать. Приехал отец. Он уже знал все от Лиды и Тони. Он хвалил меня. Обещал мне купить маленькое на настоящее ружье. Он удивлялся моей находчивости. А мать? Мать сказала. Парню тринадцатый год. И смешно было бы, если бы он растерялся метель, да себя с товарищами не спас. «Анюта», — укоризненно заметил отец матери. А мама перебила отца и сказала. «Ешь давай. Каша с сыном. Хватит разговору разговаривать. За уроки им браться надо. Ночь прапродяжничали, день потеряли». После обеда Тоня принесла мне топсика. Я не взяла его. Ледяная мать, Марфа Егоровна, явилась большим кусоком и, низко поклонившись матери, сказала. «Спасибо тебе, Анна Сергеевна, что такого сына вырастила. Двух девок спас. У Тоньки-то сестры есть, а Лидка-то ведь у меня одна». Тогда Марфа Егоровна кончила свои причитания, мама сказала. «Как тебе не стыдно, Марфа, на его недотепую кольку героям выставлять?» И, повернувшись наотрез, отказалась взять кусака. Вечером мы остались с бабушкой вдвоем. Мать ушла на станцию. Фельдшер сказала, что угорела. Болит голова. С бабушкой мне всегда было легко и просто. Я спросила. «Бабушка, хоть ты скажи неправду, за что нас так не любит мать? Неужели мы в самом деле такие не стоящие?» «Дурень ты, больше никто», — ответила бабушка. Мать всю ночь не спала, ревела, как умалишенная. Собакой по степи вас искала, колени обморозила. «Только ты смотри об этом не гу-гу. Какова она есть, такую любить надо. Я ее люблю». Вскоре вернулась мать. Она сказала бабушке, Фельдшер дал порошки от головы. Говорит, чепуха, через месяц пройдет. Я бросился к матери и обнял ее ноги. Сквозь толщу юбок я почувствовал, что ее колени забинтованы. Но я даже не подал виду. Я никогда еще не был так ласков с нею. Я никогда еще так не любил свою мать. Обливаясь слезами, я целовал ее обветренные руки. Она всего лишь, как бы между прочим, будто теленка, погладила меня по голове и ушла, чтобы лечь. Видимо, стоять ей было трудно. В холодной холле растила и закаливала нас наша любящая и заботливая мать. Далеко смотрела она, и худого из этого не получилось. И Дюлька теперь дважды герой. И про себя я кое-что мог бы сказать. Да матерью строго-настрого завещано, так можно меньше говорить о себе. Вот такой интересный, светлый рассказ Евгения Пермяка мы с вами прочитали. В Центральной городской библиотеке имени Ломоносова есть и другие произведения этого замечательного писателя. Приходите, пожалуйста, к нам в библиотеку, читайте хорошие книги. Спасибо большое за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok